приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете пишите вы о том что вам ничего не интересно о том что вы ничего не хотите о том что из-за этого у вас проблемы с молодым человеком а именно вам кажется что вы для него не слишком хороши вы недовольны собой и из-за этого словно снежный кум растет и выливает вот какую-то такую тотальную неудовлетворенность собой и своей жизни смотрите я думаю что вам имеет смысл обратить свое внимание на два момента первый момент связан с тем что вы именно последнее время ничего не хотите это означает что в общем то какое-то время назад что-то случилось что-то случилось в результате чего вы стали чувствовать себя так что-то случилось в результате чего ваши желания стали вами подавляться что-то случилось в результате чего вы стали от себя требовать явно слишком многого что-то случилось что вы стали пытаться себя что-то доставлять делать и так далее это первый момент второй момент который я хотел бы обратить ваше внимание это то что именно заставлять себя заниматься саморазвитием например ну не самая лучшая идея потому что все таки развитие как и любое развитие должно идти в основном спонтанно наверное оно должно идти свободно максимально свободно но не так как это делаете вы в том смысле что вы хотите себе это заставить что говорит о том что вы это делаете потому что считаете должны и вот может быть именно в том что вы считаете что вы должны в том что вы выдвигаете себе какие-то условия что вот я должна я должна что-то сделать и то что у вас именно в последнее время подобное беспокоит может быть может быть о том что подошло время подошло время как раз таки того что эти условия должны быть выполнены а они не выполнены и из-за этого вы себя так не очень хорошо чувствуете не очень хорошо и из-за этого себя ощущаете может быть опять же не совсем понятно да то есть тут нужно понять как вы к этому пришли чтобы понять как вам из этого выйти вот эти основные моменты вот эти основные моменты ну и то что вытекает как бы из биологично вытекает из вот этих вот историй первое первое а вы считаете что недостаточно хороши для своего молодого человека всегда ли вы так считали или вы начали считать так после какого-то промежутка времени времени просто если вы считали себя такой всегда это одно это один момент если вы считали себя такой всегда тогда это действительно проблема с наценкой и прочее если это началось то началось именно как результат как следствие а опять же каких-то событий то это просто вот эти события как-то вас травмировали конечно можно связать то что вы считаете что недостаточно хороши для своего молодого человека и то что допустим вам ничего не хочется важно понять что первое а что второе что первичное а что вторичное может быть так что первичное именно то что вы недостаточно хороши для молодого человека может быть первичное то что вступив в отношения с ним вы старались быть какой-то у вас это не получилось делать из-за этого вы теперь ничего не хотите может быть ситуация складывается наоборот не знаю нужно видеть очень мало информации о вас но совершенно очевидно что если возникли такие я бы сказал искаженные негативные негативные а представления о том почему люди находятся в отношениях в принципе и я думаю что на это тоже нужно обратить ваше внимание следующее следующий момент который я хотел бы затронуть это момент перенастройки это то что вы вот как раз спрашиваете в конце своего текста как себя перенастроить ну совершенно очевидно что вы не компьютер чтобы вас перенастраивать и совершенно очевидно что имеет смысл не перенастраивать а имеет смысл как раз таких лучше разбираться в себе перенастройка это все таки в какой то степени наверное более негативная история чем позитивная перенастройка это все таки такое более жесткая форма опять же вы хотите сюда заставить понимаете и это ну крайне не гуманистично да негуманно по отношению к человеку и так далее а если вы ничего не хотите то если вы ну вот чувствуете такую подавленность то вероятно ваши силы ваша энергия ваши ресурсы они на что-то уходят они на что-то эээ ну на какую-то борьбу борьбу тратят на какую-то борьбу эээ эээ расходятся вот и очень важно понять то что собственно собственно на что на что тратятся эээ тратятся ресурсы на что вами тратится такое количество эээ ресурсов вот эээ на мой на мой на мой взгляд это принципиально важный момент на который вам нужно обратить свое внимание если вы хотите разобраться в себе ну и в том что с вами происходит по сути вот на этом все я надеюсь что помог вам надеюсь что помог разобраться в себе дал какие-то фонарь фонарьки вот ну и сказать последнее наверное стоит то что самостоятельно вы себе разобраться скорее всего не сможете вам для этого нужна помощь специалистов вот и обращайтесь к любому кто вам понравится мы будем рады помочь я вам желаю всего самого доброго и удачи